За чуть больше, чем полгода мне удалось скинуть 21 килограмм. Быть толстым — это хорошо, это приятно, но быть худым — это гораздо лучше. Никто не любит тренировать ноги. И после первой тренировки я сразу понял, что мне очень приятно с тобой работать, и я чего-то добьюсь. Ваня, привет! Привет! Расскажи о себе. Меня зовут Ваня, мне 20 лет, уже стукнуло, и я программист. Живу в Питере, собственно, в Кирмском районе. Скажи, а когда решил похудеть? Осознание того, что мне нужно сбросить вес и начать какую-то физическую активность, пришло еще в 16 лет, когда с этим появились некоторые проблемы. Но начал я заниматься летом 2023 года, когда уже появились явные отклонения в сторону ожирения. А какого результата добились? За чуть больше, чем полгода мне удалось скинуть 21 килограмм. И я знаю, что это не лучший результат, но я вполне доволен. А чему ты научился? Тренировки, в первую очередь, научили дисциплине и самоконтролю. Нужно соблюдать режим, нужно соблюдать режим питания, сон, и, опять же, регулярно ходить на тренировки. Это очень помогает. А были у тебя срывы на вредную еду? Да, конечно, держать в себе в постоянном контроле – это очень тяжело. Но есть прекрасная методика 80 на 20, где 80 – это полезная пища, и 20% – это хотелки. А почему пришел именно ко мне? Честно говоря, я не сильно скрупулезно подходил к выбору тренера, и ты мне попался первым. Я решил попробовать, почему бы и нет. И после первой тренировки я сразу понял, что мне очень приятно с тобой работать, и я чего-то добьюсь. Расскажи, что конкретно мы делали с тобой. У нас был план тренировок сначала по фуллбадди, а после мы перешли на конкретные группы мышц и свод. Что тебе больше всего запомнилось? Больше всего? Больше всего на ноги запомнились упражнения все, потому что, ну, никто не любит тренировать ноги. А какова твоя мотивация продолжать? На самом деле, как таковой мотивации уже и нету, потому что я добился примерных результатов, которые хотел. Я поправил свое здоровье и стал просто ощущать себя лучше. На данный момент тренировки вошли просто мне в привычку, и поэтому я продолжаю ходить. Вань, а что для тебя тренировки? Способ выплеснуть эмоции, безопасный способ. И моментами уединения. Как сейчас себя чувствуешь? Замечательно. Шесть утра, я в зале. Все как обычно, все про списание. Вань, а что посоветуешь людям, которые еще не решились идти заниматься с тренером? Решиться и пойти к тренеру. Зачем? Тренер, в первую очередь, он дает некие рамки, в которые ты по воле или неволе должен вписываться. Это какие-то обязательства по поводу назначенных тренировок. Как минимум, чтобы не подводить человека, ты уже начнешь ходить на тренировки, и со временем это выработается в привычку, в приятную привычку. В первую очередь, полезную. Ну и тренер – это человек, который всегда, собственно, будет рядом на тренировках и подскажет, что лучше сделать и как это лучше сделать. Что тебе тяжелее давалось? Тяжелее всего давался, на самом деле, режим сна. Так как в связи с моей работой я частенько работал по ночам, и сейчас периодически продолжаю так нарушать, то вот сон и тренировки по утрам были самым тяжелым этапом. Ну и в конце дай напутствие тем, кто еще не решил захудеть. Как человек, побывавший в обоих мирах, и еще не совсем до конца перешедший в мир стройных людей, я скажу так. Быть толстым – это хорошо, это приятно, но быть худым – это гораздо лучше. Как минимум, вырабатываются полезные привычки, и становишься более активным, более позитивным человеком. Спасибо большое. Да нет, что. Друзья мои, вступайте в телеграм-канал, там рассказываю о том, как худеть, о том, как питаться, как тренироваться. Подписывайтесь, ссылка будет внизу.